В этом видео мы поговорим про относительное местоимение который. На просторах интернета вы найдете достаточно теоретической информации про это местоимение. Ряд ссылок я выложила в описании к этому видео. По этому теорию я изложу кратко, а потом сосредоточусь на упражнениях. Финская. Релативы прономини йока. Соответствует русскому относительному местоимению который. Оно изменяется по падежам и числам. На экране вы видите несколько примеров, отрывки из предложений. В них местоимение который представлено в разных падежах и числах. Прочитаем их. Дети, которые играют. Ауто. Йонка Остин. Машина, которую я купил. Кахви. Йота Юон. Кофе, который я пью. Какку. Йота Дюккян. Торт, который мне нравится. Асиат. Йота Пухутаан. Дела, о которых говорят. Их Мэнен Йолон Кисса. Человек, у которого есть кот. Йота Ва Йохон Луотан. Друг, которому я доверяю. Каупат Йойссэ Кэюдаан. Магазины, в которые ходят. Или в которых бывают. Как видите, роль местоимения йока в предложении совпадает с ролью русского «который». Но перевод далеко не всегда очевиден. Местоимение йока соединяет два предложения, в которых говорится об одном и том же существе, предмете, деле или месте. Посмотрим простой пример. Это девочка. Девочка живет в этом доме. Как видите, в обоих предложениях речь идет о девочке. И упоминать ее два раза кажется глупым. Поэтому во второй части заменим слово «девочка» словом «которая» и объединим предложение в одно. Это девочка, которая живет в этом доме. Так как слово «девочка» было в единственном числе именительного падежа, то и местоимение йока будет в той же форме. Это, конечно, был очень простой пример. Теперь посмотрим пример, в котором заменяемое слово будет в другом падеже, нежели то, к которому оно относится. Это девочка. У девочки два брата. Тämä он теттö. Теттöllä он какси велjeя. Девочка упоминается два раза, а нам это совершенно не нужно. Меняем точку на запятую, а второе упоминание девочки на местоимение «который». Ставим его в ту же форму. У девочки, у которой. Получается, это девочка, у которой два брата. Теперь на финском. Слово «теттолла» мы заменяем местоимением «joka» в соответствующей форме. «Jolla». Тämä он теттö, jolla он какси велjeя. Давайте возьмем фразу посложнее. Я прочитала книгу. Я получила книгу от своего брата. Первая сложность в том, что второе слово «книгу» стоит далеко от первого. Надо их поставить рядышком. Я прочитала книгу. Книгу я получила от своего брата. Теперь заменяем слово «книгу» словом «которую». То есть ставим местоимение в ту же форму, что и наше исходное существительное. И объединяем два предложения в одно. Я прочитала книгу, которую получила от своего брата. Теперь то же самое в финской фразе. Переносим слово «кирян» в начало предложения. Точку заменяем запятой. И второе слово «кирян» заменяем местоимением «joka» в соответствующей форме. Ну а теперь во второй части потренируйтесь самостоятельно переделывать два предложения в одно с помощью «joka». Смотрите вторую часть видео.